Сегодня рано утром в Котласе горел четырехэтажный жилой дом. Пожар начался в квартире на третьем этаже. Как установило следствие, загорелся удлинитель, к которому было подключено несколько электроприборов. Теперь двушке необходим серьезный ремонт. Из соседних квартир пожарные эвакуировали 10 человек. Пострадавших нет. А в поселке Таежный Пинежского района причиной пожара в 12-квартирном доме стало курение в нетрезвом виде. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили в квартире тело погибшего владельца. Деревяшку удалось отстоять. 20 октября фрукты с турецких берегов станут ближе к россиянам. Постановлением правительства разрешен ввоз в нашу страну некоторых продуктов, которые ранее попали под запрет. Речь прежде всего о цитрусовых и косточковых фруктах. Их поставки в Россию в этом году снизились почти на 10%. Санкции сыграли свою роль. Теперь список разрешенных для импорта турецких товаров заметно расширится. Свежие и сушеные апельсины, свежие или сушеные мандарины, иные гибриды цитрусовых, свежие персики, нектарины, абрикосы, сливы и терн. Постановление вступит в законную силу с 20 октября 2016 года. Турецкие поставщики этого решения ждали давно и были готовы возобновить сотрудничество. По прогнозам на некоторые фрукты цены могут упасть в среднем на 10%. Правда, на наши прилавки турецкие цитрусы попадут не так быстро. Федеральным сеткам у нас понадобится, конечно же, меньше дней, это порядка около 10. А нашим региональным торговым сетям понадобится чуть более 3-4 недель. Все это связано именно с растаможкой данной продукции. А вот турецкие томаты, огурцы, цветная капуста, брокколи и лук пока остаются под запретом, под санкциями. Пока и виноград, яблоки, груши и клубника. Эксперты предполагают, что эмбарго на эти товары будет снято после Нового года. За минувшую неделю в Архангельске диагноз ОРВИ поставлен более чем 2 тысячам детей. Показатель заболеваемости острой респираторной вирусной инфекции в городе пока ниже эпидемического порога. Продолжается и прививочная кампания. Иммунизацию прошли 297,5 тысяч северян. Сегодня из-за ремонтных работ на сетях Архангельского водоканала до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в домах на улице Тиме 27, Советской 19, Краснофлотской 5, улице Пионерской 84, улица Воронина 43. Сейчас в Архангельске плюс 4 и облачно. К вечеру вероятен дождь. Одевайтесь теплее и не забудьте зонтики. Самые актуальные новости региона каждый час на телеканале ПЭС. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok